Что такое контрабас? Вот в современном оркестре, в струнной группе, это единственный представитель семейства геолог. То есть это инструмент из барочного оркестра, может даже и в какой-то мере ренессансный инструмент, который выжил в современном струнном ансамбле. Почему он не такой, как в скрипке? Во-первых, это форма инструмента. Этот инструмент с острыми углами, углы вот эти штуки называются. То есть итальянизированные формы, потому что виолы в Италии строились с острыми углами. В основном. Сейчас, например, реконструированная виола Даганда-Страдивари, она именно с острыми углами исполнялась. В чем, собственно, еще может быть отличие контрабаса от скрипки? Ну, во-первых, пропорции между овалами. Если вы видите, верхний овал гораздо ниже, гораздо меньше, уже, чем нижний. Задняя дека. У этого инструмента задняя дека, она приближена к скрипичным формам, то есть она линзообразная. Но в традиции строения виол задняя дека должна быть плоская. Собственно, на что это влияет? Ну, виола это консортный инструмент, и он предназначен для того, чтобы, собственно, звук этих виол формировал консорт, то есть сливался. Звук контрабаса в связи с этим, он не очень громкий, если говорить грубо. То есть, например, если кому-то придет идея написать произведение для контрабаса с оркестром, в реальности контрабас с оркестром слышно будет очень плохо. Даже если это очень хороший контрабас. Потому что в физике, в акустике существует такое явление, как маскировка звука. То есть, если контрабас играет один, то у него достаточно большой анодемический диапазон. Но если с ним, например, играет какой-то другой инструмент, то чисто на слух вы будете воспринимать звук контрабаса как часть звука другого инструмента. То есть он отдельно не будет прослушиваться как сольный голос. Но это связано не только с конструкцией, не только с происхождением контрабаса. Это связано еще и с тем, что длина струны у инструмента не соответствует фактически диапазону. Особенно если мы говорим про нижние ноты, про 16 футов и 32 футов. В истории инструментостроения предпринимались попытки построить инструмент, который бы действительно имел длинную колеблющуюся струну, подходящую мензуру для низких нот. Это было в 19 веке. Во Франции был такой знаменитый скрипичный пропмастер Вильон, который строил октобасы. Это контрабасы четырехметровой высоты. И, например, если вы читали когда-нибудь трактат Берлиоза об оркестре, вот он там рекомендует в басовую группу струнную вводить такие октобасы Вильону. Ну, в связи с тем, что это довольно громоздкая штука и на ней просто трудно играть. На ней играет не один человек, а два человека. Струны зажимают клапанный механизм с помощью рычагов. И, собственно, один оператор делает манипуляции с механизмом, другой вводит смычком по этому гигантскому октобасу. В общем, это осталось с курьезом историей. Почему контрабас не может быть больше? Ну, просто потому, что он соразмерен человеку. Если он будет еще больше, то на нем будет играть совершенно неудобно. То есть, он максимально возможного размера, то есть, такого же размера, как исполнительный контрабас, ни больше, ни меньше. А все остальное это компромиссы. В истории инструментостроения эта проблема, она решалась в каждом особенном регионе по-своему. Поэтому до сих пор в современном обиходе контрабас сохраняет признаки барочного такого разнообразия. То есть, если золотые стандарты скрипки и волончели установлены, это мастера амати-страдивали, которые точно выверили все пропорции инструмента в середине 17 века и существует такой золотой стандарт инструментальный, как его делать, то насчет контрабаса такой стандарт так и не устоялся. Поэтому он сохраняет в своем современном бытовании все черты такого барочного инструмента. Начиная от формы и заканчивая даже настройками. Вот например, этот контрабас построен несколько лет назад всего лишь в Англии. Он как модель взят старинный итальянский контрабас имеется в виду форму верхней деки, форму резонаторных отверстий, в целом пропорции инструмента, но в нем какая-то есть особенность, которая делает его незаменимым для ансамбля современной музыки. То есть это пятиструнный контрабас. Надо сказать, что количество струн на контрабасе даже на отдельном каком-то инструменте, вот если мы возьмем старинный инструмент конца 16 века, то есть за свою жизнь он претерпевал огромное количество изменений. В оригинальной кондиции инструменты вы старинные вряд ли найдете. Если в конце 16 века нормы, ну как нормы, тогда никакой нормы в общем-то не было, но на контрабасе могло быть 5-6 струн, которые настраивались по квартам и терциям, то к середине, например, к концу 18 века полифоническая музыка в основном уступила более модной такой симфонической музыки и контрабас выполнял больше такие уже больше ритмические функции в ансамбле. И поэтому число струн редуцировалось до трех и вплоть до 20 века во многих регионах Европы трехструнные контрабасы без нижней струны, без струны ми, они были абсолютной нормой в оркестре. Если линия собственно басовая линия она пересекала эти границы, то каждый инструменталист, исполнитель по-своему как-то решал эти вопросы, перекидывая октаву. к нижним струнам опять обратились вот уже ближе к концу 19 века такие оперные два монстра что-ли, Верди и Вагнер. Верди он предписал в своей одной из последних опер от Элла предписал контрабасам иметь четыре струны и начинает соло контрабасы в четвертом акте с нижней струны струны ми, что в общем-то для того времени было достаточно ново, чтобы заставить все контрабасы надеть на инструмент четвертую струну нижнюю ми. у Вагнера дело пошло еще дальше, ему понадобилась субконтрактава струна до. Но опять же вот эти новые оркестровые нормы, которые предъявляли, были предъявлены к исполнителям на контрабасе в конце 19-го начала 20-го века, они в разных местах решались по-разному. Например, если это в Германии опять вернулись инструменты с 5-ю струнами, то есть на старые инструменты стали навешивать пятый колок, на новые инструменты тоже их рассчитывали и строили так, чтобы была пятая струна, то в Америке например на четырехструнные контрабасы стали надевать так называемый экстеншн, это на нижней струне продлевается грим, такая палочка, струна за нее заворачивается и здесь специальные клапаны есть, которые открываются по полутонам, на каждый полутон по клапану, можно целиком открыть все клапаны, тогда у вас будет звучать нижняя струна, можно их какие-то закрыть, чтобы долго не держать неудобную позе, клапан закрывается, вы долго тянете педаль на суб контрактаве, на нижней ноте, для американского оркестра, для канадского это современная норма, но сказать, что это не встречается в Европе тоже нельзя, потом, собственно, в 60-е годы стало развиваться историческое исполнительство, и опять же, актуальной практике исполнения контрабаса были возвращены его исторические формы, это и виолоны разных строев, строй Ре, который примерно по диапазону соответствует современному контрабасу, строй Соль, это более высокая настройка, которая на инструментах такого типа исполняли басовые партии, в то время пока еще виолочель, собственно, не была такой популярной, до того, как были изобретены специального вида струны, которые позволили на относительно короткой вензуре виолончели иметь нижние ноты. То есть в современной практике у меня лично я расскажу про себя, что у меня есть несколько инструментов, которые соответствуют разному репертуару. Вот для ранней музыки есть виолоны в ре и в соль. Для сольной музыки немецкой второй половины 18 века есть так называемый венский бас. Венский бас настраивается по ре-мажорному трезвучию ля, фа, диас, ре, ля, и нижняя струна может быть, может не быть, пятая. она блуждающая. То есть в зависимости от тональности вы можете настроить и ре, и ми, и фамика. То есть такая необязательная струна со свободной настройкой, можно сказать так. Потом для романтического репертуара 19 века и каких-то довольно значительных пьес 20 века есть контрабас в сольном строе. Что это значит? Что он настраивается на тон выше оркестрового обычного привычного контрабаса. То есть не соль ре ля ми, а ля ми си фа диез. Значит из значительных сочинений для такого инструмента в современном репертуаре мы можем назвать одну из последних пьес Губайдулиной пилигрима. Она использует контрабас в сольном строе. Что касается венского строя, современные авторы тоже пишут для такой коррадатуры контрабаса. Например, есть отличная пьеса Холлигера. Можете ее если вам интересно найти на ютубе. Холлигер играет Эдиксон Ройс такая пьеса для венского строя контрабаса. Ну и наконец для работы в студии новой музыки с таким ансамблем репертуаром у нас есть вот этот инструмент который был специально построен мастерской Томаса Мартина для нашего ансамбла. Так что как вы видите я сегодня принес только один инструмент но на самом деле для того чтобы вас познакомить со всеми возможностями контрабаса и показать что контрабас такая штука загадочная разнообразная мне нужно было бы принести 5-6 инструментов. Ну иногда в своих концертных программах я собственно показываю все эти инструменты играю разную разный репертуар на разных инструментах в последнее время в моей коллекции еще появился так называемый басетто это скажем так такая басовая скрипка которую я настраивал по квинтам на кварт ниже виолончили то есть получается что у него верхняя струна это ми вторая ля третья ре четвертая соль в Канаде есть такая школа контрабасовая в которой контрабас тоже настраивается по квинтам на октаву ниже виолончили то есть они спокойно играют на таких инструментах в оркестре и сольную музыку главный такой пионер такого строя Джоэл Кварингтон канадский контрабасист все его студенты и он сам даже в оркестре играют на подобного строй инструмента ну вот краткий очерк истории форм настроек контрабаса доступных для собственно использования сегодня ну теперь переходим к каким-то приемам с которыми мы встречаемся в музыке в сольном репертуаре для контрабаса ансамбле он для собственно ансамбля новый музык ну начнем со смычка смычок бывает у контрабаса опять же не как у скрипки такого типа когда держат его сверху за трость бывает немецкий смычок когда еще располагается в руке исполнителя подобным образом у него в таком случае более высокая колодка и несколько по-другому трость сконцервирована здесь тоже мы наблюдаем признаки достаточно разнообразные что касается ведения смычка понятно дело что банальные типы ведения смычка вы так знаете вправо влево но здесь существует такая ну такая постоянная как точка приложения вернее такая переменная как точка приложения смычка к струне вот если вы играете близко к подставке вы извлекаете как понятно всем из физических каких-то правил высокие обертоны совсем на подставке вы извлекаете исключительно белый шум высокие обертоны потом дальше начинает проявляться основной тон и чем ближе вы передвигаетесь к середине струны тем у вас собственно больше появляется низких частот и соответственно чем ближе вы передвигаетесь к порогу опять же появляется снова высокий обертон ну помимо того что вы можете вводить смычок поперек струны вы можете вводить его вдоль струны наверное если для меня были такие примеры со скрипкой вилочили то все то же самое все те же самые приемы можете вводить так можете вводить его под углом можете ну совершать любые манипуляции какой эффект от этого получается но можно чисто экспериментальным путем решить ну помимо игры между подставкой и порожком существует еще довольно разнообразная область применения струны между подставкой под грифником то есть можно играть близко к подставке тогда высокий тон извлекается потом ближе к обмотке основной тон проявляется потом на обмотке он такой более окрашенный шумами потом можно ну несколько струн сразу например две да при том что настройку струны между под грифником и подставкой предсказать точно достаточно трудно все зависит от конструкции инструмента потому что все контрабасы очень разные дальше что можно атаковать смычку можно играть на подгрифнике он иногда издает даже определенные тоны можно играть на жилке иногда бывает даже на шпиле люди играют также я видел пьесу в которой нужно было играть на струнах которые идут от подставки к колковому механизму тоже вполне какие-то тонны извлекаются дальше я видел что один композитор предлагал играть по колкам для этого здесь должны быть довольно длинные штифты чтобы можно приложить подставки смычок смычок белый шум получается иногда играет смычком по корпусу инструмента это как продольные движения так и какие-то поперечные когда смычок сильно прижимается такие шумовые эффекты играть можно по подставке это белый шум довольно интенсивный чем разные части подставки извлекают разные спектры шумовые иногда даже подставка может издавать тон то есть всякие разнообразные способы игры смычку ну какими еще собственно предметами предлагается играть разнообразные литературе для контрабас ну во первых можно использовать контрабас не как струнные инструменты как ударные вот есть вариант пьесы шелси для гитары ко та он так называется в котором вставляются в струны две спицы ну я сейчас взял одну чтобы не подумали что я вижу вот две спицы одна вставляется в струны за подставкой другая сюда контрабас используется как ударный инструмент то есть он лежит на спине исполнитель сидит в позе лотоса я сейчас не смогу это сделать потому что давно не делал зарядку вот собственно и удары пальцами по всем частям которые доступны по струнам которые в скордатуре по корпусу по подставке по подгрифнику по обечайкам то есть вот контрабас может быть еще таким довольно таки разнообразным барабан спица она так же может приняться не только как такой шумовой резонанс она может приняться и как объект которым можно играть между струнами понятное дело что чем ближе к подставке тем более высокий тон вы извлекаете чем ближе к середине инструмента тем он ниже может струны зажать можно там подносит в струне ну какие-то перекусины также вот есть такая песок отличная джекоба дракмана где широко применяется литовровая палочка и можно извлекать звуки на струнах они будут достаточно отчетливо синтак проинтонированные то есть вы слышите что тон можно извлекать спокойно ну также можно извлекать различные перкуссивные звуки как по подставке как по обечайте по задней деке по верхней деке при том что само содержание звука оно меняется в зависимости от того в какой части инструмента вы играете если вы играете с краю это достаточно высокие звуки здесь также область интересная вокруг резонаторных отверстий со своим натяжением деревянным деревянным местом так что огромное разнообразие оттенков разных перкуссий с помощью палочки ну палочки два конца как вы знаете из русской пословицы также можно пользоваться другим концом палочки совсем другим звуки и тоже можно играть на струнах это будет другой оттенок ее тоже можно как спицу между струн пожалуйста сурдины бывают разного типу контрабасов я на этом и снаю сурдина резиновая одним способом глушить звук она больше частот отрезает вот сурдина деревянная ее надо подгонять под каждую конкретную подставку потому что если подставка слишком толстая она не налезнет деревянная сурдина просто меняет темп подставки но сейчас подставка толстая сурдина так же можно играть по самим сурдинам с мячком водить звук получается такой сродни тому что например извлекается на самой подставке с более низким тоном сурдинам 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 в зависимости от того насколько вы прикладываете вентилятор частота в ручине меняется тоже создается определенный эфир дальше ну обычно первый вопрос композиторы задают как звучит на контрабасе пережим достаточно банально звучит на контрабасе пережим но если вы хотите добиться от контрабаса вообще какого-либо громкого звучания то на самом деле это задача утопическая в частности вот я вам обозначил какие-то причины чисто конструктивные исторические и так далее но контрабас нужно так себе записать что это инструмент очень тихий и в ансамбле он всегда занимает роль такой подчиненная поэтому можно конечно его использовать как сольный голос но это будет всегда сопряжено с особенностями инструментовки то есть вам придется подумать о том какую создать при этом звуковую обстановку для того чтобы прозвучали ясно на звуке на контрабасе ну пицциката понятное дело тоже банальная вещь вы все слышали джаз наверное пицциката может быть как правой рукой так и левой рукой левой рукой может быть флажолеты играть можно играть какие-то аккорды флажолетные двумя руками используется техника большой палец зажимает флажолет или просто какие-то струны и собственно правая рука тоже может большим пальцем зажать какие-то флажолеты или просто струны и тогда можно сыграть контрабасе интересный аккорд вот версии секвенции берева велочины которые сделал Стефан Скадонипер используется широко эта техника но контрабас там еще перестроенный и получается интересная гармония четырехзвучная когда собственно контрабас уже становится похож на арфу но опять же когда вы играете такие пиццикатные контрабасы следует подумать о том чтобы он был амплифицирован потому что в условиях достаточно крупного объемного помещения такие звуки будут скорее всего потеряны для восприятия то есть исполнители будут очень стараться а в зале ничего не будет слышно что касается электрических таких способов усиления искажения звука сегодня я этого касаться не буду потому что для этого нет ни каких-то условий чисто технических если у вас есть какие-то просьбы что-то показать на инструменте что-то нажать что-то сыграть я пожалуйста весь ваше распоряжение я пыталась как какой-нибудь октавный пужинет я хочу услышать насколько он нямко изжалит октавный пожалуйста bone с смешивания теми пиццаката с остальными инструментами то есть возможно ли допустим применять его ансамбль так чтобы не терялся звучание наверное возможно для этого смотря какой сам что там в этот момент происходит ну в вопросе баланса опять же насколько вы хотите чтобы звук контрабаса доминировал он всегда будет слышен но он всегда будет находиться на втором плане если играть например даже волторна труба и тромбон писать с ними какую-то независимую вместе пар даже если они играют достаточно тихо и писать важную линию контрабаса бесполезно парфа это очень громкий инструмент это будет очень хороший ансамбль контрабас с сальтом очень хорошо сочетается два таких ублюдочных инструментов труд с трудом семействе ну то есть я в каком плане что у которых резонаторная коробка и длина страны не вполне соответствует как называется диапазор ну какие еще сочетания но если вы думаете например что группа контрабасов в оркестре как-то будет более заметно то вы ошибаетесь тоже первых почему-то в современном оркестре принято редуцировать инструменты в сторону баса то есть если у вас может быть 40 скрипок то контрабасов у вас будет только там шесть или восемь да что в принципе с соличкой точки зрения поменялось очень сильно что контрабасов басовых вообще инструментах например в ансамбле 24 скрипки короля первых скрипок и басов было иногда одинаково количество иногда басов было больше то есть в этом плане если у вас большой странный ансамбль вы можете тоже менять отношения количественные по составу голосов для того чтобы добиваться более явных акцентов то есть если вы хотите чтобы было много контрабасов вам надо всех остальных тоже подавить но опять же если трабаса в группе будут действовать раз согласован то что что в принципе происходит всегда то эффект будет рассеиваться если они все будут играть громко но при этом в разнобой то то собственно динамический эффект будет ничтожен то есть главное здесь совместность для того чтобы голос был в ансамбле заметен очень красивый но практически недостижимый прием на контрабасе это мультифоники которые абсолютно непредсказуемы то есть они могут получиться могут не получиться но скорее всего в ситуации концерта они не получатся вот можно поискать на этом контрабасе я не знаю вот видите он уже сорвался с трудом может мультифоником назвать но бывает иногда инструменты больше к этому расположены видите этот не особо расположен но вот самый стабильный видимо здесь у нас получился ведь он уже не берется если он получается звучит очень красиво можно пробовать на разных жилетах извлекать мультифоники но на пограничных что ли в пограничных областях смычок тоже касаясь струны извлекают какой-то обертон вот между разными обертонами можно искать разные приложения смычка разной скоростью я даже один который нашел сам началу без подготовки но когда получается получается красиво